Пешеходам не понять. Так отвечают гонщики на вопрос, чем их влечет скорость. В минувшие выходные те, кто не представляет своей жизни без железного коня, сошлись в автодойлях. Параллельная гонка по автоспринту, посвященная памяти Анатолия Козлова, собрала в минувшие выходные около 50 спортсменов из Ивановской и соседних областей. Заезды прошли в трех классах, среди стандартных авто, спортивных и полноприводных. Традиционная параллельная гонка, автоспринт, то есть ставятся две машины без прямых контактов, то есть машины идут друг с другом в разные стороны, разделены полкруга от них расстояние, соответственно, также финишируют. Кто первый финишировал, тот выиграл. Система лузер-винер, то есть два проигрыша человека выбывает из борьбы. Ну, это хорошая система, потому что все в равных условиях и не зависит от состояния трассы. А с трассой спортсменам на этот раз повезло. Удержать машину на влажном покрытии проще, чем на сухом. Но какая бы ни была дорога, все решает грамотное пилотирование. Многие из гонщиков участвуют в турнире уже не в первый раз. Завсегдатые признаются, для победы нужно в первую очередь знать свою машину и чувствовать ее. Заносит, но трасса сырая пока еще. То есть будет суша, будет нормально. Главный приз соревнований – 25 тысяч рублей. Но гонщики участвуют в них совсем не ради денег. Как наркотик, адреналин. Мы занимаемся, у меня отец занимался спортом. Теперь сейчас я начинаю потихонечку заниматься. Главная – возможность посоревноваться с лучшими из лучших. А денежный приз – просто приятный бонус, который в любом случае будет потрачен только на нее. Единственную и самую любимую – свою машину.